Преданность – важное качество, а когда к ней добавляются первоклассные навыки, итог – высокий результат. Бобруйские сыщики хорошо знакомы и с тем, и с другим. Уже второй раз за последние пять лет они признаны лучшими. Прямое тому доказательство – переходящая награда имени Королёва. И, конечно, количество раскрытых дел. Заслуженный финал в 2021-м получили 24 резонансных истории. В 2021 году по линии уголовного розыска было зарегистрировано 862 преступления. Раскрыто 562 преступления. Результативно составило за истекший период раскрытие 67,5%. Одно из самых громких дел – убийство 20-летней давности. Орудием преступления оказался штык-нож времён Великой Отечественной. Им обвиняемый нанёс девушке свыше 50 ранений. Сначала подкараулил жертву возле подъезда, затолкал в дом, а затем лишил жизни. Наслед злодея оперативники вышли в прошлом году. По характеру и по количеству нанесения ножевых ранений это мог совершить человек, либо имеющий психические отклонения, либо потребляющий наркотические вещества. Данный человек был осужден к поврежденному заключению. Каждый день уголовного розыска начинается с оперативного совещания. Обсуждают задачи, докладывают о проделанной работе. Затем сотрудники изучают обстановку в городе и выясняют, какие дела требуют особого внимания. Здесь, конечно, большую роль играет опыт. Многие преступники действуют по схожим методам. Каждый день, то есть каждую минуту, каждую часть мы постоянно общаемся с людьми. То есть мы всегда общаемся с людьми, за счет людей мы устанавливаем лиц и раскрываем преступления. То есть без общения с людьми, без знания этого всего ничего не получится. Сыщик, он должен быть коммуникабельный. Как правило, сотрудники уголовного розыска занимаются неочевидными преступлениями. Уголовный розыск города – это четыре отделения, где работают специалисты с особым складом ума. Каждый сотрудник – звено цепи, без которого невозможно раскрыть дело. Все начинается с оперативных дежурных, которые принимают сообщения и направляют наряд. Дальше – сбор улик и выяснение обстоятельств. Внутри чемодана все, что нужно для работы на месте происшествия. От набора для снятия отпечатков пальцев до рулетки. Тут же ультрафиолетовая лампа, конверты для улик и биологических образцов. Сегодня остаются нераскрытыми 165 преступлений, в том числе и особо тяжкие. Самая ранняя датирована 1976-м. Бобруйские сыщики ежедневно отдают все силы, чтобы поставить точку в этих делах и предотвратить новые. Карина Гуревич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.